4 мяса хочется до такого сочного с дымком до такого яркого знаешь такого ароматного кого прям ух а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хамоны берега, господа. Гигиена, прежде всего. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну, смесь пряностей обязательно база перец черный. А что вы туда добавите? Чесночок, лучок сухой, паприка очень хорошо идет для того, чтобы цвет придать. Это уже дело каждого. Здесь я перца не жалею, потому что жира очень много. А он весь будет вплавляться туда, а он весь будет вплавляться туда, в жирок. У меня здесь чесночок, паприка и черный перец. Ну, вот и все. Возвращаем обратно на гриль. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Другой рецепт, который вы увидите позже, а может быть, уже увидели. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для мяса у нас осталось до завертывания примерно 5-6 часов, а для рёбер примерно 2 часа. Очень важно поддерживать чистое горение в печи. Дым должен быть чистый, горение открытое при полном насыщении огня кислородом. Температура для окорока 280 по Фаренгейту, 135-140 по Цельсию. Там несколько есть щупов. Так мы открывали только что дверь, температура упала, поэтому дверь надо открывать как можно реже. Вот, иначе мы выпускаем всё тепло. Пока смотришь, ты не готовишь. Ну, можно видеть, что мясо готово для того, чтобы его уже сбрызгивать. Сбрызгивают по-разному, есть разные рецепты. Можно бульоном, можно яблочным соком. Я люблю яблочный уксус. Можно смешивать его с соком. Ну, у всех по-разному. Главное, чтобы то, что вы сбрызгиваете, не было слишком сладким, иначе оно может начать гореть. Вот у меня такая штучка, она будет замечательно мне сбрызгивать. Сбрызгивают в первую очередь для того, чтобы мясо не подгорало. Ну и закрываем. Сколько мы ждём? Ну, сбрызгивать желательно каждые 30-40 минут, можно каждый час, в зависимости от температуры духовки и сколько влаги. У меня достаточно влажные, специально я сделал достаточно много контейнеров для воды, чтобы большая поверхность спарения была и было много влажности в печке. Благодаря этому мясо меньше теряет влаги, меньше пересыхает, его реже надо сбрызгивать. Так, ну, следующий этап – это мы должны снять и обернуть окорок в фольгу. Сейчас мы быстренько открываем, потому что всегда, когда мы работаем с печкой, надо делать всё быстро, чтобы не выпускать жар. Мы, значит, открываем печку. Я вначале спрыснем окорок, посмотрим, всё ли с ним в порядке, готов ли он уже быть одетым. Я на низком сарте уже стою. Да, и после этого мы его заворачиваем в фольгу. Хорошо. Итак, раз, два, поехали! Есть! Окурок у нас немножко остыл от того, что мы его спрыскивали. Теперь можно его взять. Можно даже брать его как голыми руками. У меня вот полотенечко и перчатка. Главное, как всегда, не проколоть пленку. Фольгу ты имеешь в виду? Фольгу, да. Поэтому первый слой мы делаем лодочку, которая будет держать мясо. Да, ещё нам осталось часа 4-5, чтобы закончить его готовку. Но всё остальное время он уже будет готовиться в фольге, запечатанной в собственном соку. Вот. И пропекаться до конца. Для любителей соусов, если мясо у вас сухое, можно его приправить сейчас также соусом. Да, то есть можно даже немножко маслицей. Зависит всё от того, какая свинина. Здесь иберская свинина, она абсолютно точно не требует дополнительного сбрызгивания какими-то жидкостями. Вот весь этот жирок. Вы видите, это сало. Да, это сало, да. Толстенный такой, вот смотрите, вот. Да, я его надрезал, чтобы было побольше, вот оно побольше. Ну, произошла вот эта реакция Майяра по салу. И чтобы мы потом могли, когда оно всё приготовится, оно будет прям распадаться. Мы будем его смешивать всё вместе, перемешивать жирок с мясом. И будет обалденно вкусно. Будет просто невероятно. Вот так вот будет. Вот у нас наш кусочек окорока. Значит, я буду его класть вот вниз лопаткой, получается. И там у меня два слоя фольги. Обязательно сделать так нужно, чтобы фольга была не дырявая. И чтобы она, то есть весь сок, который вытекает, чтобы он оставался в ней, да, чтобы он как бы обволакивал кусочек нашего мяса снизу. И он как бы тушился в собственном соку. То есть закихиваем? Да, сейчас ставим. Давай сейчас быстренько открываем. Я готов. Да. Вдох. Поехали. Чтобы лежать дымом. Осталось нам... Теперь готовим до готовности. До тех пор, пока мясо не будет ощущаться, как вот большой кусок масла растопленного, да, лежащего. Вот я буду его периодически протыкать и чувствовать. По температуре это 202 по Фаренгейту. Я скажу точно, сколько это по Цельсию. Чуть позже. Смотрите, входит как в масло. Без преувеличения. Вкусно. Вкусно. Но долго. Но вкусно. Смотрите, как любовь.